Привет, ребята! А что вы бы хотели делать с кокосом? Я вот, например, хочу сделать из него прикольную вкусняшку. Кокосовое молоко. А я хочу обыдный кокос есть. Просто он хочет попробовать. Ребята, для начала нам нужно купить правильный кокос. Нужно сначала потрясти его и послушать, где сюда вода. Вроде бы есть. И обязательно смотрим на эти три точки. Они должны быть черными. Я знаю один секрет, как быстро разбить кокос с помощью молотка. И главное правило. Не надо кокос стучать сильно, а просто обстукивать его. Вот, смотрите. Раз, постучали. С другой стороны. Раз, постучали. И потом раз, постучали. И так, каждый со сторон. Постепенно внутренний орех отсвоится от кожуры. Но лучше попросить родителей вам помочь. Мам! Не забудьте подготовить крошку, потому что сидят придется кокосовая вода. Посмотрите, он уже треснул. Посмотрите, он уже треснул. Давай, давай же. Че так мало? Нужный орех! Ну, по идее, можно из дырочки было. Получается! Чутой какой завешу! Йопа! Кокосовая вода! Попробуем. Это кокосовая вода. Я буду его есть! Ну как? Ну-ка, Смир, попробуй воду. Воду, воду. А можно мне тоже? Сладкая? Дай, Сиянь попробовать. Порто. Попробуй. Тебя она пьет впервые. Вкусно тебе? Ага. Класс. Ну, а теперь, так, зайца не грызем. Теперь надо приступить к приготовлению молочка. Ну, теперь нам надо достать орех. Укаратное ножик подцепляем и достаем. Во! Во! Знака. Теперь нам надо очистить эту коричневую кожуру. Чтобы осталась только белая мякоть. Хоть я не профессионал под чистилки, но все равно постараюсь. Мы очистили. Теперь у нас осталась чисто белая мякоть, чтобы молоко получилось белое. И теперь мы будем нарезать мелкие кусочки в блендер. Молоко получится вкусное. Теперь заливаем кокос тепленькой водичкой, чтобы кокосовое масло начало таять. Сразу всю воду не выливайте. Вот она наша крышечка. И включаем. Готовить на смачку. Ставить минуты три. Добавляем оставшуюся воду. И, кстати, тем больше перемешивается, тем вкуснее получается молоко. Все. Загреваем грыжкой. На стаднем мы не поехали. Попробуем. Наше молоко почти готово, но только не совсем. Нужно его протереть. Мы возьмем вот такую вот сеточку. А сверху еще марлю. Все. Можно наливать. Вы когда-нибудь пили кокосовое молоко? Всемир, держи другими руками. Семир, держи другими руками. Ух ты, сколько мякоти. Теперь нам нужно тщательно выжать. Чтоб масло от кокоса тоже выжалось. Не забудьте помыть руки, например, всего. А лишнюю мякоть убираем. Нет. Кстати, из этой мякоти можно приготовить какое-нибудь печенье. Например, белое печенье. Кокосовое печенье, белое печенье. А-а-а! Мам! Мама, макати! Все. Опять макати. Раз. 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 Три. Пока! Собираем в мешочек. Папа! 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 Ну все. Даши молочком. Можно? А вы заметили, что мы не клали в молоко ни сахар, ни соль? Потому что в кокосе содержится кокосовый сахар. Ну что, будем пробовать. Это мне? Это мне. А это мне. Это мне. Ой, один. Ой-ой-ой! Папа! Сейчас мы сияние это пить. У нас яночка за молочком. На что похоже? На, похоже на кокос! Похоже на обычное молоко. Ну, кокосовое. Ну, а как, сияно? Угу. Угу. Ммм. Очень вкусно. Этот рецепт подходит к тем, кто соблюдает пост. И также у кого не переваривают свое молоко. Или аргет. Ну, и если вы вегетарианцы. Кокосовое молоко слишком сильно. Мамка! Напился. Напился и наелся. Да. И не надо ничего есть. Из этого молока можно делать разные напитки. Кофе. Или какао. Или молочный коктейль. Или сок кокосовый. Или кокосовый. Или кокосовая кофе. И сок кокосовый заодно. Маленький лайфхак. Эту мякоть можно высушить и превратить в муку. Например, в духовке. Ребята, если вам понравилось мое молоко и мои рецепты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И показывайте своим друзьям. Всем пока! Пока!